Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Medical Fitness Psychology и ведущий Кравцев Сергей. Сегодня мы обсудим вот какую историю. Мы обсудим с вами так называемые тиреоидные истории, истории, так скажем, вашей щитовидной железы. Сегодня мы обсудим так называемый субклинический гипертиреоз или субклинический тиреотоксикоз. То есть это когда ваша щитовидная железа выделяет достаточно много гормонов и, соответственно, у вас избыток тиреоидных гормонов, гормонов щитовидной железы. И как бы это парадоксально не звучало, в первую очередь мы сразу запишем, какие мы гормоны с вами меряем. Это ТТГ, Т3 и Т4. Значит, ТТГ, как бы это парадоксально не звучало, его будет мало. Корреляция будет к тому, что ТТГ будет уменьшаться. В чем смысл, почему ТТГ уменьшается? Очень важно пациентам понять, потому что вы постоянно путаетесь, что такое гипер, а что такое гипо. Потому что приставка субклинический, значит, она говорит всего лишь о том, что сейчас на данный момент нет клинических проявлений тиреотоксикоза. Но все процессы, они уже запущены, они могут идти годами, годами сказываться на сердечно-сосудистой системе. Они могут годами сказываться на том, что вы будете чувствовать себя, ну, так скажем, неполноценно будет влиять на ваш уровень жизни. И, кстати говоря, может косвенно влиять на ваши кости, да, то, о чем мы постоянно говорим, когда лечим ваш опорно-двигательный аппарат. Что все гормоны должны быть максимально в норме, иметь свой гомеостаз, да. Вот слово гомеостаз именно обозначает определенный баланс между собой, должны иметь. Ну, ладно, это мы так отвлеклись. В общем, при субклинической тиреотоксикозе ТТГ уменьшается, его становится меньше. Как правило, в первую очередь много, напишу, много. То есть, имеется корреляция роста Т4 и также много Т3. То есть, в чем суть? Тщитовидная железа начинает в какой-то момент перерабатывать. У нас, соответственно, ну, вот так вот я ее нарисую. Из меня художник так себе, но да ладно. Через нее проходит кровоток и поступает, соответственно, к вам в мозг. Поступает к вам мозг, омывает мозг, обувает гипофиз, гипоталамус и так далее. Это, соответственно, все дело улавливается, чтобы вам было проще вашим мозгом. И он видит, что, соответственно, много-много стало Т3, Т4. И именно в вашем мозге содержится вот этот ТТГ, который и говорит обычно щитовидной железе, чтобы увеличивать Т3, Т4, выработку ее собственных гормонов. То есть, ТТГ контролирует, Т3, Т4 запускает в процесс. Мозг видит, что Т3, Т4 стало мало и уменьшает ТТГ. А щитовидная железа ввиду некой генетической детерминированности, неких заболеваний, ввиду применения многих различных препаратов, может перерабатывать сама по себе. Понимаете, не от команды ТТГ она может так срабатывать, а ввиду, ну, чаще всего генетической детерминированности. Поэтому, соответственно, не будем сейчас рассуждать о причинах, по которым может случиться субклинический териотоксикоз. Соответственно, смысл в том, что ТТГ на этом фоне начинает снижаться. А Т3, Т4 продолжает расти. И именно вот такие корреляции и называются субклиническим териотоксикозом или субклиническим гипертириозом. Соответственно, какие здесь действия у вас могут быть? Ничего сами мы не лечим. Мы обращаемся к врачу, да. Соответственно, мы должны как нормализовать в первую очередь уровень Т3, Т4, так и повысить уровень ТТГ, чтобы это в норме, потом все работало. Каким образом действовать и какие дополнительные анализы начать, принимает решение только врач. Соответственно, не стоит пить даже БАДы на АБУМ. У нас очень многие БАДы кормонально активны. И, допустим, если вы добавите в эту картинку йод, ну, мягко говоря, в этом случае это будет не очень полезно. Да, и там различные стимуляторы, аминокислоты, которые могут простимулировать щитовидную железу на выработку. То есть, если вы начнете лечение субклинического гипотериоза, а, соответственно, у вас гипертириоз клинический. Поэтому, соответственно, здесь эти вещи нужно не путать и обращаться к врачу. Я специально не пишу вам какие-либо цифры, пишу много-мало. Связано это с тем, что вы видели мои ролики, я против, когда пациенты сами интерпретируют свои эндокринные анализы, занимаются интерпретацией своего гомеостаза. Потому что очень много вам нужно узнать и отучиться в институте и так далее, чтобы самостоятельно контролировать баланс своего гомеостаза. Здесь не может быть универсального совета, потому что помимо Т3, Т4 можно сдать и остеокальцин, и кальцетонин. Если, допустим, еще какие-то процессы мы отслеживаем, в щитовидной железе посмотреть, и можно на антитела сдать. Ну, в общем, это целая история лечения териотоксикоза субклинического или, может быть, который переходит у нас уже в клинический, то есть в классический териотоксикоз. Поэтому, соответственно, дорогие друзья, не занимайтесь самолечением, но профилактикой вы можете заниматься. И если на таком, на раннем уровне вы вот сдаете гормоны, вы видите, что ТГ у вас понижается, а Т3 и Т4 повышаются, то, соответственно, это повод обратиться к врачу. Даже если эти ваши, соответственно, показатели у вас находятся в так называемой лабораторной норме. Это возвращаясь к лабораторным нормам, не всегда им нужно верить, потому что, как правило, когда вы приходите с каким-то показателем и говорите к врачу, вот у меня анализы, и уже вышел из референтов ваш, соответственно, гормон какой-либо. Может быть, даже мы не будем говорить только о терионных гормонах, любые другие гормоны. Если они вышли за референты, соответственно, это уже говорит о том, что у вас есть какое-либо заболевание. И очень часто такое бывает в случае, допустим, с диабетом, что мы начинаем выявлять у пациента, и фактически можно выявить даже иногда вот люди попадают в больницу, им меряют у них, естественно, нарушение всех референтов и ставят диабет первого типа, да. Поэтому очень важно на ранних стадиях заболеваний, любого, как поджелудочные железы заболевания, или там териоиды гормонов, любых гормонов, выявить их заранее, выявить их на стадии субклиники. Именно это и называется таким европейским подходом привитивной медицины и так далее. То есть, когда мы выявляем заболевание рано. С вами был Medical Fitness Psychology, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья!